В Армении сейчас происходят настолько интересные вещи, что я почти в 12 часов ночи в будний день резко решил записать вот это видео. Как вы уже вероятно догадались, речь идет о прослушке телефонного разговора между директором СНВ и главой ССС, силовых структур Армении. В ходе 8-минутного разговора обсуждался арест бывшего президента страны Роберта Кочаряна, а также уголовное дело против генсека ОДКБ Юрия Хачитурова. Говоря о самой записи, в ней Артур Варицан, директор СНВ, повествует Сосуну Хачатаряну о диалоге с судьей, которому уже заведомо была дана информация, что Кочаряна надо во что бы то ни стало посадить. А вот Хачатурова, глава СНВ, напротив, просит не трогать, дабы не испортить отношения с Россией. Также по ходу диалога было решено обсудить ситуацию с премьер-министром республики. Адвокат Юрия Хачатурова уже заявил, что исходя из данной записи, напрашивается вывод о предвзятости судебного процесса. В стороне не остался и Роберт Кочарян, который заявил, что слитый диалог говорит о давлении властей на судебную систему. В очередной раз подметив, что дело против него самого является политическим преследованием. Роберт Кочарян спросил, стоит ли ему поздравлять народ Армении с появлением нового диктатора. Также второй президент республики сказал, что Никол Пашинян еще пожалеет о том, что с ним связался. Что же до самого премьер-министра, то тот, возможно, толкнул самую эмоциональную свою речь за последнее время. Пашинян подметил, что сам факт утечки телефонного разговора уже является преступлением против армянской государственности. Премьер пообещал, что виновных ждет самая жестокая ответственность за содеянные. Также Пашинян объявил рейд против олигархов и чиновников. Эмоциональная составляющая выступления армянского премьера нарастала. Он словно становился разъяреннее с каждым сказанным словом. Не обошлось и без послания в адрес бывших президентов, Роберта Кочаряна и Сержа Сарксяна. Вы бросили вызов народу, так получите ответный удар. Не просто сказал, а прокричал Пашинян. Роберт Кочарян! Я Сержа Сарксян! Друг ворожелек! А я стану еще обертвин! Матара вернетель! Где Матара вернет тысик! Дейма спасет! Лично мне это все напомнило период бархатной революции. И слушая выступление дальше, я понял, что не мне одному. Ибо сам премьер-министр заявил, что если народные требования не будут выполнены, то он готов снова нарядиться в тот самый камуфляж и вести за собой толпу. Глава республики утвердительно сказал, что берет на себя ответственность за проводимые аресты. Почему? Да потому что вы, граждане Армении, дали мне такой мандат, заявил Пашинян. Глава республики утвердительно! Премьер-министр еще раз напомнил, что невзирая на статус богатства и директора, должности, человек, замешанный в незаконном обогащении, будет обязан все возвращать. Пашинян добавил, что готов даже пожертвовать жизнью ради достижения целей. И нельзя не отметить момент, в котором глава государства сказал, что если он сам окажется виновен в коррупционных преступлениях, то пусть народ Армении повесит его на площади республики. Вот уж не думал, что Армения меня так удивит на этой неделе. Очевидно, что противостояние между нынешней и прежней властью набирает обороты. Возможно, что после утечки диалога оно даже вышло на принципиально новый уровень. Но что мы имеем по итогу на данный момент? Правы ли те, кто говорит, что Пашинян и его команда оказывают давление на судебную систему? На мой взгляд, сейчас сложно и даже опасно делать однозначные заявления. С одной стороны, можно сказать, ну вот же, слитый диалог, какие еще тебе нужны доказательства? А у меня назревает вопрос. Если власть действительно имеет столь обильные рычаги давления на суд, то почему Роберт Кочарян, который является чуть ли не главным соперником для Никола Пашиняна, вышел на свободу? Как они это допустили? Почему они это допустили? Почему просто не сделали звонки нужным судьям? У них же есть такие, верно? Или нет? А напоследок подмечу, что предыдущий ролик снова был атакован искусственными дизлайками. Считаю правильным напомнить, что лучший способ борьбы с подобной гадостью – это активность пользователя, который смотрит видео. Лайки, комментарии, репосты – вы лучше меня знаете, о чем речь. Я уже как-то говорил, что эта накрутка не остановит меня от того, чтобы продолжать делать ролики. Я от своих слов не отказываюсь. Я даже задумался над тем, что, возможно, это повод делать больше контента. В конце концов, если хотят массово дизлайкать, то пусть хотя бы попотеют, так сказать, отработают свою не особо добросовестную копеечку. Хочу ли я попробовать снимать больше контента? Однозначно – да. Получится ли у меня это делать по факту? Посмотрим. Но будем надеяться на лучшее. У Пашиняна в Армении война против Роберта Кочаряна и прежней власти, а у меня пусть будет своя война против кремлеботов и прочих, которые занимаются накруткой дизлайков.